Привет! Добро пожаловать на мой канал, где мы говорим об осознанном уходе за кожей. В этом видео я хочу поговорить с вами о тех продуктах, которые я использовала в прошедшем месяце и которые мне понравились больше всего. Такое традиционное видео. Ну и не будем изменять опять-таки традиции. Мы начнем с очищения. В этом месяце я активно знакомлюсь с брендом, который называется Anua, если я правильно произношу бренд. Это бренд корейский. И их гидрофильное масло, которое называется Pore Control Cleansing Oil. И что в этом масле необычно, что сам производитель говорит о том, что они используют исключительно некомедогенные масла. На самом деле они используют масло подсолнечника, масло макадальмии, оливы. Здесь же использован экстракт хаутуни, который, кстати, показан проблемной кожей зрелой. Но я не думаю, что стоит так очень много внимания уделять экстрактам в очищающем продукте. Важнее, на каких маслах он действительно сделан. Потому что проблема того, что забиваются поры, а даже от гидрофильных масел по отзывам они забиваются, конечно, зависит от того, опять же, какие это масла. Так вот, что мне в этом масле очень нравится, что оно абсолютно жидкое. Оно жидкое, как вода, фактически. Подобно маслу Pinkong Yul, например, которое я тоже очень люблю по этой причине. Или маслу от Yur. Масло за счет этого легко распределяется по коже. Оно не требует того, чтобы мы растягивали кожу. Оно очень комфортно ощущается. Оно не оставляет пленки в глазах. Оно само по себе очень легко смывается. Но, конечно же, после того, как мы умылись маслом, я всегда традиционно, и тоже не изменяю этому, использую пенку. Я вам не раз уже говорила. Кстати, у бренда Round Lab тоже изумительное масло. И, кстати, очень похоже на масло от Anno. Вот, наверное, они где-то для меня стоят рядом. И я уже до конца использовала, вам показывала пенку от Round Lab, которая с дозатором сразу же выдает много пены. Она чудесная, и взяла в этот раз классическую пену. Вообще скажу вам, что очищающие средства от бренда Round Lab, вот все, которые я пробовала, у меня был гидрофильный бальзам, гидрофильное масло от этого же бренда. У меня были разные пенки. Они одни из моих самых любимых. И в них прекрасно то, что вообще такой нормальный, дерматологический, здравый подход использован. И, например, нет отдушки по этой причине, что для меня важно. Косметика считается гипоаллергенной, она вся на основе березового сока, если я не ошибаюсь. Но совершенно чудеснейшая пенка, мягкая, нежная. Почему я взяла в этот раз эту? Потому что, ну понятно, что пена с дозатором, она не очень экономична в силу своего формата. И это абсолютно нормально. Поэтому, если вы тоже любите такие, знаете, корейские пенки, когда нужен маленький-маленький шарик, такая маленькая горошинка, и вы получаете мягкую, очень нежную пену, и продукт очень экономичный, при этом посмотрите тогда на классический формат пенки для очищения. Следующее. Давайте, кстати, вот о чем с вами поговорим. Я в своем телеграм-канале. Сейчас, кстати, в моем телеграм-канале закрытый комментарий. Нет чата по весьма разумным причинам, потому что сейчас любая площадка, к сожалению, для общения в силу тех событий трагических, которые происходят, она становится полем конфликта. Зачастую и всяких разногласий, и руганий, и всего остального. И очень-очень много жалоб стало поступать на мой чат, и на ютюбе даже в комментариях писали, что в чате невозможно находиться. Поэтому я пока что его удалила, закрыла. Будет другой формат общения между нами. Сейчас мы работаем с программистом. Скорее всего, это будет бот для общения. Меня и вас непосредственно. Поэтому ждите. Я обязательно обо всех переменах, которые грядут в жизни моего телеграм-канала, и в жизни моего ютюб-канала, в нашей с вами общей жизни. Все, надеюсь, я к лучшему. Все будет развиваться и будет становиться только интереснее. Я буду дополнительно оповещать. Сейчас хочу вот что вам сказать. В телеграм-канале, когда я выложила пост про коллаген, очень интересный, кстати, говяжий, там с молочной сывороткой, который я недавно попробовала, очень многие написали, напишите все-таки про рыбий коллаген. Потому что многие предпочитают рыбий коллаген. Он действительно по разным источникам, тут никуда от этого не уйдешь, усваивается лучше, чем коллаген говяжий. Многими людьми вообще очень хорошо переносится. Вот что очень важно. И я попробовала коллаген от бренда Ботто, но я про него совершенно забыла, потому что у него вот так... А он у меня практически закончился тем временем. Потому что у него формат пакетики, и я его дома никогда не использую. Он у меня всегда в сумках. И вот эти все пакетики разложены по сумкам. И я люблю его либо добавлять в воду, либо сразу же высыпаю в рот. Потому что, например, вот у этого коллагена, тут нарисован лимончик, у него лимонный вкус. Тут, знаете, вкус леденцовой карамели. И он вкусный, знаете, когда хочется сладенького, но как-то стараешься себя ограничивать, хотя я не ошибка себя в этом ограничиваю. Когда понимаешь, что в этот день ты плохо очень питался, что для меня абсолютно каждодневная история, то я его принимаю. Либо добавляю воду, как я уже сказала, либо высыпаю непосредственно в рот. Кстати, вот этот вот лимонный коллаген, здесь лимончик нарисован, еще раз подчеркну, это важно, потому что есть еще классический низкомолекулярный коллаген с витамином С и с эластином. Они визуально чуть-чуть похожи, то есть на сайте, будьте внимательны, смотрите, чтобы был нарисован лимончик. Вот с лимонным вкусом. И на него на озоне по промокоду промокод есть скидка. Поэтому, если вы любите больше лимонный вкус, то обратите, пожалуйста, внимание. Второй коллаген, который с непосредственно коллагеном эластином и витамином С, у него тоже приятный вкус, но, наверное, правильно сказать, более нейтральный. И он очень легко растворяется на языке, во рту. То есть совершенно не обязательно использовать для этого какие-то напитки, на самом деле. В чем удобство версии вот таких вот тревел в Саше. И люди все равно ищут, даже я себя ловлю на этой мысли, хотя я очень толерантна к разного рода коллагенам, лишь бы было полезно, все равно иногда устаешь от не очень вкусного коллагена. То есть иногда некое такое психологическое препятствие испытываешь, особенно по утрам. То есть там думаешь, сейчас я выпью чашечку ароматного кофе и коллаген не очень вкусный. И так думаешь, может что-нибудь повкуснее все-таки достать. Хотя коллаген для меня уже много лет, вы знаете, абсолютная необходимость. Он сбалансирован абсолютно по составу, то есть витамин С здесь в составе есть. Покажу обе упаковки рядом. Это важно, то есть вы просто берете его и принимаете. В каждом Саше достаточная абсолютная дозировка для того, чтобы принимать его даже по одному в день, хотя можно и до трех на самом деле доходить. Зависит все от вашего рациона, что важно. Вот у меня он из рук вон, поэтому я коллаген весь любой ем, пью. Для меня это абсолютная такая уже необходимость. Продолжаем дальше наш с вами разговор. Ой, кстати, вот очень интересное средство. Это бренд Elgenic. Маска для лица на основе морской водоросли FUKUS. Я сейчас подбираю себе разные средства для нового видео снятия отечности. И стала исследовать рынок, что вообще есть с разного рода водорослями. В первую очередь, конечно, интересуют бурые водоросли. И FUKUS, собственно, к ним относится, насколько я знаю. И в поисках косметики с водорослями, которая в моем представлении в первую очередь должна снимать отечность, я наткнулась на вот этот вот бренд. И что мне здесь невероятно понравилось, помимо того, что этот продукт не пахнет очень неприятно, как это бывает. Я вам рассказывала про косметику с водорослями, даже очень уважаемых брендов, но невозможно иногда пользоваться. Здесь вообще практически, я бы сказала, запаха никакого нет. Здесь есть коллаген-3-пептид. Ну, то есть, по сути, наверное, это гидролизованный коллаген, насколько я понимаю. Но самое главное, когда я уже стала разбираться, почему эта маска так работает, а сейчас я расскажу, как он работает. Здесь использован комплекс экстрактов из арники, конского каштана, гомомелиса, плюща, зверобоя, виноградные лозы. И на основе органового масла сделан этот продукт. Вы наносите эту маску, она темная, практически темно-коричневая. То есть, обратите внимание, может быть, если там перед близкими не очень хочется дефилировать в таком виде, имейте в виду, она вот такая. И эта маска так снимает, помимо отека, любую вообще красноту и раздражение, что у меня это вызвало просто невероятный восторг. Конечно, эта маска заявлена производителем не просто как маска для снятия отечности. Она заявлена как лифтинг-маска, но это, в моем понимании, вообще сопряженные между собой вещи. То есть, если вы снимаете отек, зачастую вы при этом же прямо вот подтягиваете лицо. То есть, из такого пастозного, как мы говорим, да, синдром тяжелого лица, оно превращается в более юное, свежее, подтянутое. Это связанные между собой вещи. Кожа увлажненная от этого продукта. Кожа, вот как я уже сказала, абсолютно ровная по тону, настолько, что даже удивительно. Я вечером этого дня выходила там, условно говоря, в магазин, там посылки мне надо было отнести. И я просто нанесла маску, припудрилась, чуть-чуть наложила румян. А вечером, уже поздним-поздним, я стою перед зеркалом и думаю, я тональный крем, что ли, еще нанесла. И вспоминаю, вроде нет, не наносила. То есть, настолько ровное лицо, это для человека с розацией, когда у меня, ну, все равно, пусть даже не красный, но розовый нос. И у этой маски она еще очень приятно чуть-чуть охлаждает в процессе нанесения. Такие экстракты, как конский каштан, плющ, они имеют вот это сосудоукрепляющее действие, дренирующее действие, фукус пузырчатый, безусловно, тоже имеет. И мне маска невероятно понравилась, просто невероятно. То есть, такой эффект, я стала ее наносить и под глаза. И даже в какой-то момент мне захотелось, знаете, по утрам просто ее, как своего рода патч, вот так вот наносить, по нижнему краю, по орбитальной косточке, где вот самая такая ярко выраженная отечность. Поэтому маска совершенно изумительная. У этого производителя есть еще какие-то другие средства. Я обязательно посмотрю, что у них есть еще, потому что это просто вот отлично заслуживает только похвал. И, кстати, вот даже сейчас я сняла остатки этой маски с руки. Вот сколько она у меня побыла на руке, секунд, сразу же такая нежная в этом месте кожа. Вот, ну, маска просто изумительная. Тоже мы с вами обсуждали в телеграм-канале, у меня спросили, какие сыворотки для роста ресниц, бровей вы использовали, кроме, ну, вот, растиражированных, известных. Я пробовала сыворотку со слэш от бренда Сесдерма, интенсив бустер она называется. И вы знаете, что я обожаю бренд Сесдерма, но, к большому сожалению, если сравнивать с другими сыворотками, например, Стоплэш, она не произвела на меня такое впечатление. У этой сыворотки хорошо то, что у нее вот такой вот большой аппликатор. Мне кажется, кстати, за счет этого она больше подходит для бровей, но что-то, она как то ли, она действует, но как будто бы, знаете, больше как просто укрепляющий хороший качественный продукт. Если все-таки мы говорим о росте ресницы бровей, для меня здесь лидером остается Топлэш. Во-первых, опять же, если мы сравниваем аппликаторы, здесь тонкая кисточка. Это позволяет нанести прямо вот в ресничный край и аккуратно нанести в бровь и прямо прорисовать кончик этой самой брови, что, кстати, важно. Потому что, ну, логически, если вы, если предположить, если вы наносите широкой кистью, да, и попадаете на обычные участки кожи, где есть маленькие волоски, а, собственно, почему эти маленькие волоски тоже не должны расти. Да, поэтому хочется нанести как можно точнее. Топлэш я пользуюсь уже очень много лет. Сколько даже я бы сказала. Ну, вот как у Наталины я тогда увидела первый раз ресницы вживую. Я говорю, когда ты успела наклеить ресницами, если не видео тогда снимали, она говорит, ничего не наклеиваю, это Топлэш. И я просто, я помню вот эти времена, когда я перед каждым видео наклеивала эти пучки. И это все так много занимало времени. Да, наверное, это было и красиво, и эстетично, но эти времена канули в лето, и мне очень нравится, как выглядят сейчас мои ресницы. Я прямо вот сейчас вставлю видео. Я недавно снимала тональный крем, или не помню, что я снимала на лице. И обратила внимание, или даже фотографию вставлю, какие у меня длинные просто вот такие ресницы, если смотреть в профиль. Поэтому обязательно вам покажу, как это выглядит. Чудесный совершенно продукт. Мне кажется, уже даже не нужно про него говорить лишний слов. Ну, то есть вот ответила на ваш вопрос, использовала ли я что-нибудь, кроме широко растиражированных продуктов. Я в этом месяце выпустила, опять же, по вашим заявкам, обзор на Доктор Пепти. Поэтому, кто хочет посмотреть детальнейший обзор, там есть к чему придраться. Кстати, имейте в виду, это совершенно не рекламное видео. Смотрите. И мы с вами в этом обзоре, спойлер, пришли к удивительному выводу, что у Больки и Доктор Пепти, вот в этой вот линейке ботулином, использован один пептид. Он достаточно редкий. Я даже, возможно, неосторожно сказала, что он используется только брендом Болька. Но я действительно так думала, потому что я нигде больше его не встречала до сей поры. И это топический бутылотоксин, как говорит сам производитель. Это пептид с очень сложным, непроизносимым названием. Это не аргирелин и не снепейт, ничего из этого. Хотя у снепейт тоже, кстати, попробуй название по инке произнеси. Там то ли 4, то ли 6 слов. А здесь просто и буквы, и цифры, и всё на свете. Поэтому не простите меня повторить. Но смысл в том, что я сейчас использую активно и ту, и другую сыворотку. Но вот мне кажется, Пептайт Волиум, вот эта сыворотка Доктор Пепти, это не совсем аналог Больки вот этой сыворотки. Это аналог их сыворотки в шприцах для точечного нанесения. Потому что Доктор Пепти вот эту свою сыворотку позиционирует именно как сыворотку для точечного нанесения. У неё очень густая, поэтому она такая экономичная текстура. А у сыворотки Болька, у неё текстура фактически как водичка. И вот она у меня практически наполовину уже закончилась. Хотя это достаточно большой влакон. В общем, про Больку, наверное, вы уже из моих уст очень много раз слышали. Но мне действительно этот бренд очень интересен, он работает. А про Доктор Пепти все подробности, пожалуйста, посмотрите в том видео, которое я сняла. Оно действительно получилось очень интересное. Даже такое мини-мини расследование, если так можно сказать. Если мы говорим о бренде Доктора Пепти, то я в этом месяце, опять же, использовала то, что показывала в обзоре. Это шикарнейший крем. Опять же, это вот эта же линейка Bottle Volume. И это просто потрясающий совершенно крем. Крем-бальзам с насыщенным составом. Просто изумительнейший абсолютно. Это наслаждение его использовать. Большой объём, красивая, большая стеклянная банка в такой коробке с лопаточкой. Ну, в общем, поскольку подробно и про него, и про крем для глаз я рассказывала в видео про Доктор Пепти. Крем, кстати, вот с таким вот носиком. У него достаточно лёгкая текстура. Крем нейтральный по консистенции. Он и не слишком плотный, и не слишком лёгкий. Хорошо очень разглаживает. Но это их линейка Saillight Signature, по-моему, она ещё может называться. Это крем разглаживающий и увлажняющий. В общем, он что написано на упаковке, то и делает. А вот эта вот линейка, премиум, которая, видите, там не только этот крем в неё входит, она более, конечно, антивозрастная. Это совершенно очевидно. И в качестве регенерирующей базы, так как я сейчас использую, вам в прошлом месяце показывала ретинол, я использовала антивозрастной крем от Giltek, который называется Rich & Restore. Мне в этом креме нравится не просто то, что в нём использован профиль пепсидов, сигнальных в том числе. Мне очень нравится, что у этого крема насыщенная текстура, он на масле ши, жажаба, со скволеном. И он действительно восхитительно кожу регенерирует, увлажняет. И если у вас, например, зрелая, сухая кожа, кожа с признаками сухости и обезвоженности, и на этом фоне ещё и вы наблюдаете обилие мелких морщин, конечно, такой крем, который является плотным по своём текстуре, он восхитительно просто работает, потому что у него какая-то невероятно шелковистая текстура. В нём, вы знаете, хочется просто утонуть, погрузиться в этом креме, какой он дарит комфорт, как он моментально снимает любые проявления сухости и стянутости. Вот он мне в этом плане, ну, очень нравится. У крема нету запаха, вообще никакого, потому что, кстати, у доктора Пепти, ну, у этого крема нет запаха, я бы сказала, а вот эмульсия, например, там я показываю в обзоре, она достаточно сильно ароматизирована. А здесь вот наслаждение крем. Если бы мы его с вами поместили в другую упаковку, ну, не знали бы, что это гельтек, вы подумали, что это что-то очень дорогое, потому что он ещё впитывается, и он такой бархатистый, вуалью остаётся на коже, при этом он действительно вот как-то насыщает, наполняет, очень я его люблю. Это, по-моему, вообще, кстати, за всё время, то ли, по-моему, третья упаковка. Здесь 30 мл, поэтому я быстренько его расходую. Это, кстати, ещё и тот универсальный крем, который потрясающе подходит и для глаз тоже. То есть это для вас, вот для меня это абсолютно так, один крем и для лица, и для глаз, и для шеи декольте. Особенно вот когда нужно быстро что-то сделать. Я вам показывала в этом месяце от X-Mezo вот такой вот мезороллер. Мезороллер я практически не использую, а вот сыворотки, которые идут с ним в комплекте, это Vitamin C Solution и Astaxanthin Solution, я использовала уже практически наполовину. Но я, собственно говоря, вам в том видео и говорила, что я с огромным удовольствием открыла для себя вообще этот набор. Это, во-первых, набор от пигментации с мезороллером. Мне кажется, это так необычно. Мы с вами ранее с таким не сталкивались. И поскольку вы знаете, что я очень люблю Astaxanthin и витамин С, я их по капле смешиваю. Они были в стерильных вот таких специальных ампулах. Вы вскрываете ампулу, насаживаете вот эти пипеточки, используете. Ампула с витамином С и гиалуроновой кислотой, она чуть-чуть тягучая, но достаточно жидкая. А вот содержимое ампулы со Astaxanthin, оно очень плотное. Поэтому у меня, видите, расход неравномерный. Хотя как будто бы выдавливаю одинаковое количество. Я их использую просто так, с огромным удовольствием. Потому что топическое нанесение Astaxanthin и витамина С при любых гиалуроновой кислоты, при любых обстоятельствах будет полезно. Используйте вы мезороллер или не используйте. Я тоже вам советую прибегать к этому лайфхаку. Даже если вы любите и используете с удовольствием мезороллеры, то имейте в виду, что эти ампулы можно использовать и без них. Про этот мезороллер я вам уже говорила. 0,5 мм и полный комплект для дезинфекции дают мне возможность одобрить этот мезороллер для домашнего использования. Хотя я не большой сторонник мезороллеров в принципе. То есть единственный мезороллер, который я вам показываю, это X-Mezo. Вот как он появился. Но я просто не знала, что у них теперь такие есть модификации. Там пигментация и то сё. И мы будем с вами говорить про новинки. Много интересных новинок вышло. И с SPF тоже будем скоро говорить. Но у бренда Vitamin U они продолжают расширять свою линейку. Вышел ведь изумительный мист, который называется ампульный мист. И особенность этого продукта в том, что у него такая тонкая вообще дисперсия. Он просто неощутимая вуаль. Какой он крутой. Им хочется вот так вот обливаться с ног до головы, лишь бы ощутить эту мелкую прохладную увлажняющую пыль, которая остается на вашей коже. Я распыляю эту ампулу, использую с микротоками. Но она достаточно все-таки быстро впитывается. Как же мне понравилось. И если мы с вами присмотримся в упаковке, она белая, но тем не менее состав этой ампулы, то есть вот она сама, это жидкое-жидкое молочко. То есть это не водичка такая. И поэтому, когда вы распыляете этот продукт на лице, он ощущается действительно очень комфортным. И по ощущению, даже сейчас я на руках это чувствую, вы как будто бы уже нанесли какую-то сыворотку. Ощущение стянутости, какой-то вот от припудривания, например. Я сейчас снимаю уже не первое видео. И очевидно, что есть от пудры вот такое ощущение уже сухости, стянутости. Вот прямо я сейчас чувствую, как снимает. Вообще я настолько не объективна, наверное, по отношению к бренду Сьюскин и их линейки Витамин Ю в частности. Я настолько уже знаю, что буквально вот каждый новый продукт, который будет выходить из линейки Витамин Ю, будет действительно рабочим. Был скепсис по поводу крема для глаз. Думаю, ну что, вы там можете выпустить такой же, что ли, крем, как для лица. Но они здесь переплюнули сами себя. У них крем для глаз изумительный. Вот сейчас выходит этот мист. Просто потрясающе. У них еще, кстати, вышла новинка одна у Сьюскину. Я ее покажу в следующем видео, в котором мы будем разбирать с вами новинки с неоценомидом и витамином С. Так что оставайтесь на моем канале. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всего хорошего. Пока.